приветствую вас друзья на связи кто бы вы думали дикая док и это новая будка с мемами что опять и опять основа друзья потому что все же стоит просвещать вас в тех мемах и трендах которые сейчас популярны в интернете все же многим из вас эта рубрика нравится больше даже чем мои обзоры на этом канале так что почему бы и нет давайте начнем не многие из вас знают что на самом деле меня зовут лиза но все вы называете меня дикая док так давайте же поговорим о тренде меня зовут так но все называют меня следующим образом тик токи набирает обороты мем меня зовут но все называют меня в котором машины и архитектурные жанры получают обидные наименования а начинался этот тренд как безобидный флешмоб для людей чьи имена окружающие редко выговаривают правильно и действительно изначально этот тренд который появился в тик токио летом 2023 года был основан на именах вот например меня зовут лиза но все называют меня лизун камон я же сказала лиза и как выглядит этот мем он состоит из нескольких фотографий и сопровождается озвучкой с детским голосом но сейчас обидные интерпретации имен переросли в нечто большее потому что этот тренд перерос в мем в котором высмеиваются архитектурные стили машины и птицы например капиталистический романтизм получил название мусор и вот сейчас мое личное мнение я не совсем могу понять это высмеивание или наоборот защита тех или иных вещей которые как раз таки высмеиваются в этом меме потому что когда смотришь сам мем он смешной но когда заходишь комментарии под этим мемом не можешь понять его защищает или же наоборот высмеивают и что я могу сказать по этому поводу не оскорбляйте здание и машины на которых ездите и живете надо было наоборот наверное сказать не обижайте здание в которых живете и машины на которых ездите и ни в коем случае не называете ли слизунами кому я вам как лиза говорю а мы с вами продолжаем исследовать тренды которые стали популярными на самом деле я частенько читаю ваши комментарии подбудкой с мемами и многие из вас пишут что я не вовремя обозреваю мемы они уже не актуальны но извините меня я делаю это по возможности что за мем по возможности в тренде высмеивают низкие требования к младшим детям и студенческой еде мем по возможности про низкие требования разве русился в тик токи на видео сравнивают обязанности младших и старших сестер требования к еде дома и студенческом общежитии планы на жизнь на самом деле в этом тренде фраза по возможности которая обычно заключена в скобочки нередко изменяется на пожелание и так в чем же суть этого тренда первом кадре видео из тренда обычно выдвигаются желаемые условия они собственно и написаны ну а на втором кадре уже пишутся другие условия более абсурдные плюс еще с добавлением фразы по желанию или же по возможности этот тренд на самом деле очень просто и очень смешно высмеивает жизненные ситуации вот например тот же видос с отношением студентов к идее когда я жила с родителями я реально очень часто питалась возможно даже видно по моим первым видео на канале и питалась всегда вовремя хорошей едой стабильно сейчас ну бутерброд доширак по возможности в любом случае мне очень понравился этот тренд потому что он абсурдно и очень смешно высмеивает любую ситуацию вот например любимые блогеры постоянно радуют контентом и выпускают его вовремя дикая док не упоминать о своей любви к деньгам хотя бы две минуты кстати я очень люблю деньги именно поэтому этот ролик сегодня без рекламы а ну и конечно же как мы обойдемся с вами без мемов которые основаны на новостях барби и опен геймер выходят в один день и мемы путешествуют через вселенные две крупные примеры года барби и опен геймер выпали на один день это подтолкнуло пользователей сети к сравнению и объединению двух киновселенных так ядерные взрывы и мрачные люди оказались в розово-зефирном мире пластиковых кукол собственно да выход в один день двух таких разных по настроению фильмов породил кучу мемов потому что давайте не будем забывать о том что open геймер это боёпик а скажем так отце ядерной бомбы а барби это комедия о кукле которая попадает в реальный мир именно поэтому мемоделы основываясь на этом факте начали объединять две этих вселенных не буду скрывать это абсурдно и поэтому смешно потому что видеть барби такой мрачной атмосфере и видеть open геймеры среди розовых цветов это реально абсурд который вызывает смех ну и конечно же многие в интернете высмеивают то что прокат таким разным по эстетике фильмом дали в один день это действительно странно и поэтому спешно ну естественно из-за этого рождаются мемы господи это же очевидно а какой бы фильм вы выбрали посмотреть пишите в комментариях я бы выбрала барби с ядерными взрывами нет конечно вообще супер ну ладно давайте перейдем к позитивным трендам за это лето а именно i have no enemies i have no enemies крылатая фраза используемая в серии мемов отсылающих к цитате из саги о винланде у тебя нет врагов которую тор сказал своему сыну торфену чтобы подчеркнуть мир над насилием сейчас эта фраза популярна в мемах которые показывают что люди действуют комедийно-мирно в ситуациях насилия а не жестоко под этой фразой я уверена что многие из вас заметили что в тик токе этим летом появилось очень много роликов с фразой i have no enemies все они выглядят очень мило очень добродушно но в конце концов это стало мемом собственно сам мем и тренд достаточно милый плюс еще музыка приятная но я бы не могла обойти еще одну вариацию этого тренда а именно собака с бабочкой на носу в тик токе стали появляться видео с таким же заголовком i have no enemies но только уже с собакой у которой сидит бабочка на носу либо же с собакой которая прикрывает нос мимо дела начали использовать эти видео с собакой также как в меме i have no enemies то есть начали использовать это видео в тик токах где описывают ситуацию в которой так вести себя было бы странно и абсурдно и вы не представляете как мне понравился тренд во первых потому что там есть собака а я очень ценю мемы с собаками потому что их не так уж и много а во-вторых потому что этот тренд очень милый так помимо того что еще он милый он забавный некоторые тик токи до сих пор заставляют меня смеяться потому что там смешно именно из-за абсурдности ситуации я сейчас не побоюсь подводя итоги по этой новости по этому тренду по этому мему как хотите назвать этот мем одним из самых главных мемов этого лета в конце концов собачка с бабочкой на носу это заслужило итак давайте от милых и забавных мемов в интернете перейдем к более печальным can you remember the rain тренда ностальгии люди в тик токе выкладывают фотографии знаменитостей с их внешностью на данный момент и сравнивают их с фотографиями из их молодости кстати перед тем как обсуждать именно этот тренд немножечко забавных фактов мало кто знает но изначально эта песня и этот тренд был связан с мультсериалом удивительный мир гамбала многие пользователи выкладывали ролики где гамбал поет эту песню на самом деле это не так и принадлежит эта песня вот этому исполнителю а тренд был основан на схожести голоса актера озвучки гамбала и человека который исполняет эту песню что ж с фан-фактами разобрались переходим к самому тренду на самом деле этот тренд о сравнении о том как выглядит например та или иная знаменитость сейчас и как она выглядела в молодости то есть если копнуть глубже то этот тренд о ностальгии о том как быстро и незаметно на самом деле приходит старость ну и конечно же этот тренд коснулся не только знаменитости а именно сравнение их внешности сейчас и раньше в общем-то тренд хороший несмотря на то что он совсем не веселый из-за посылок так как несмотря на всю его простоту смысл этого тренда достаточно глубок ничто в этом мире не вечно и все мы рано или поздно постареем да но тренд хороший потому что музыка там действительно мне понравилось вот я хочу задать вам вопрос вы чем там вечно занимаетесь домашними делами или рисуете я с кем вообще разговариваю для кого я все это делаю почему вы не можете уделить мне внимание в конце концов не могли бы вы подписать мою петицию фраза вы не могли бы подписать мою петицию стала мемом и ее неуместных просьбах герои видео просят деньги на карманные расходы у родителей и отпустить работы пораньше в самые неподходящие моменты я думаю каждому из нас будет понятен этот мем потому что каждый из нас сталкивался с такими ситуациями когда в самый неподходящий момент нам приспичит что-то попросить вот например та самая ситуация когда три часа ночи все уже спят и ты внезапно вспоминаешь что тебе нужно завтра сдать на технологии поделку и ты бежишь к маме этот тренд именно об этом вы не могли бы подписать мою петицию собственно опять же ничего удивительного очередной тренд основаны на жизненной ситуации и со смешным звуковым сопровождением а именно фраза из postal 2 вы не могли бы подписать мою петицию потому что именно она хорошо вписывается в эти ситуации вы не могли бы подписать мою петицию что я могу сказать по поводу этого мема несмотря на то что он довольно прост по своей сути а также однообразен потому что мы не в первый раз даже в этой рубрике с вами сталкиваемся с подобными мемами я могу сказать что он смешной да он смешной и жизненный как и все подобные мемы господи вы не могли бы подписать мою петицию я не устану повторять что все тренды и мемы повторяют друг друга особенно в тик токи ну и в ютабе куда без этого а так смешно до жизненно стыдно конечно обо всех этих ситуациях вспоминать неловко жутко ну ладно ну а на этом моменте очередная будка с мемами подходит к концу ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а также оставляйте комментарии под этим роликом не естественно предлагайте свои тренды и мемы которые вы знаете потому что я не всегда осведомлена о чем-то новым да я старею но можете ли вы меня за это осуждать я думаю уже пора создавать со мной тренд can you remember ну и заглядывайте в описании там есть ссылка на мой магазин с мирочом а также на остальные соцсети где выкладываю свой контент подписывайтесь на мой телеграм-канал там выходят новости по поводу роликов а также стримов а также подписывайтесь на мой рутап где выходят нарезки со стримов ну короче вы уже и так все без меня знаете не в первый раз в конце концов на этом канале ну ладно я с вами прощаюсь всем пока